На этой неделе мы побывали в Дмитровском техникуме на улице Инженерная, которой новое руководство пытается снова сделать одним из лучших учреждений среднего профессионального образования Московской области. В этом техникуме регулярно проходят всевозможные областные и муниципальные олимпиады и конкурсы. Сейчас техникум участвует в проекте «Путевка в жизнь» школьникам Подмосковья, получение профессии вместе с аттестатом. Школьники Дмитровского городского округа приходят в это образовательное учреждение и под руководством опытных наставников-педагогов техникума осваивают тонкости различных профессий. Мы застали финальную часть конкурса начинающих поваров и слесарей. Я здесь научился большому количеству слесарных операций, например, сверлению, опиливанию, развертыванию, рубке и гибкие вправки металла. Что хотелось бы сейчас освоить? Хотелось бы освоить работу на механизированных станках. Более сложную? Да. Для чего? Чтобы выполнять более точную работу и сложные детали. А сейчас есть понимание, какую профессию бы выбрал? Ну, вообще, хотелось бы пойти на инженера, например, либо инженера внутреннего сгорания, либо биотехнических технологий. То есть автомобили, да? Ну, внутреннее сгорание не только автомобилей, также есть в ракетостроении, в судностроении. А биотехнология – это современная наука, означающая также химическое взаимодействие человека и других материалов. Преподаватели и мастера производственного обучения тщательно готовятся к каждому занятию, продумывая подачу теоретического и практического материала с использованием современных педагогических технологий. На каждом занятии происходит отработка практических навыков и умений, необходимых для овладения профессией повара или слесаря. И дмитровские школьники с удовольствием посещают эти занятия. Что уже научилось здесь? На данный момент мы научились готовить картофельное пюре, нарезку винегрета, нарезку салатов и карвинг. Это что? Это мы делали лебедей, вырезали из помидоров розочки и из пеклы розочки. Что хочешь еще освоить? Я бы хотела освоить кондитерские изделия и горячие блюда. Какие? Скорее всего, рагу. Рагу, да? Да. И какое-то особенное рагу? Нет, обычное. Обычное, вы скажете? Да. Одной из старейших бывших профессиональных училищ Московской области Дмитровский техникум продолжает быть одной из главных кузнец рабочих кадров не только для нашего муниципалитета, но и в целом для Подмосковья. В этом году в Дмитровском техникуме открыты новые специальности. Ребята после девяти классов могут пойти учиться на направлении защиты в чрезвычайных обстоятельствах, дошкольное воспитание, организации технологии защиты информации. Уже сейчас планируется работа на 2019 год. Будут открыты новые направления обучения и проводится набор на такие специальности, как право и судебное администрирование, техник пожарный, педагоги начальной школы. Сегодня мы наградили всех наших ребят грамотами за участие в конкурсе. А в ближайшее время, во второй половине декабря, будет подведение итогов в торгово-промышленной палате, куда пригласят уже ребят, занявших первое, второе, третье места. И они получат также дипломы от торгово-промышленной палаты. И получат, первые места получат грантовую поддержку в размере до 5000 рублей от торгово-промышленной палаты Дмитровского района. Кстати, в Дмитровском техникуме также активно развивается спортивно-патриотическое направление. На базе техникума работает военно-спортивное объединение «Юный разведчик». Инструкторы объединения проводят занятия по различным направлениям – тактическая подготовка, работа с оружием, силовые приемы самообороны. В этом году был разработан план совместной работы с Российским студенческим корпусом спасателей. На базе техникума действует Дмитровское отделение корпуса. Ребята обучаются приемам оказания первой помощи, правилам поведения в чрезвычайных обстоятельствах. Оно будет еще года три, но мы надеемся, что...